Я скопировал и вставил 31 наблюдение, выражающее отрицательную тенденцию. Причем сделал так, чтобы не нарушать симметричность переменных, что является требованием коэффициента корреляции Пирсона. И мы видим, что коэффициент корреляции Пирсона остается на очень высоком уровне. Посмотрим, как графически это выглядит. Вот здесь более жирные кружочки отражают увеличение мощности этого тренда. Тем не менее, коэффициент корреляции Пирсона продолжает игнорировать отрицательный тренд. Хотя отрицательный тренд уже на 50% мощнее, чем положительный тренд. Повторюсь, у нас есть предположение, как это все объяснить. У нас есть некоторые оценки того, насколько часто встречаются конфигурации, приводящие к таким аномалиям. Когда коэффициент корреляции Пирсона не видит доминирующий тренд, а концентрируется на тренде, который можно считать шумом. И действительно, здесь у нас это уже явно доминирующий тренд, а это в таком случае зашумляющий тренд. Тем не менее, коэффициент корреляции Пирсона видит именно зашумляющий тренд. Через какое-то время, когда мы будем уверены достаточно в своих выводах, мы продолжим публикацию видео касательно других конфигураций, приводящих к аномалиям и интерпретации того, почему так происходит. И выскажем свои оценки того, насколько часты распространены такого рода конфигурации и аномалии. Пока же еще раз подчеркну, что коэффициент корреляции Пирсона – это ключевой метод математической статистики. На нем основано очень много, если не большинство других, более комплексных методов математической статистики. И призываю пользоваться коэффициентом корреляции с осторожностью, обязательно прибегая к визуализации. До тех пор, пока не будут в полной мере ясны причины этих аномалий и возможность их избегать.